Андрей, можете рассказать о ловле головля на малых и средних речках средней полосы России? Как правило, в малых реках головль, ну, в принципе, как и любая рыба, она очень пугливая. Потому что река небольшая, укрытий для рыбы немного, и, как правило, в малых реках вода прозрачная. Рыба видит рыболова и боится. Самое главное, самое главное, это маскировка рыболова. Нужно иметь одежду, ну, максимально приближенную по цвету к окружающей среде. Лучше всего, конечно, камупляжную одежду. Ну, и, соответственно, никаких ярких предметов, там, ярких зажигалок, там, брелоков и прочего, как некоторые любят, там, на себя навешать. Вот, это основной момент. Вот. Потом, конечно, переходит все к подбору приманок и, так сказать, наладке самой снасти. Предпочтительнее использовать, конечно же, не плетеные лески, а лески монофильные. Потому что все-таки вода прозрачная, рыба пугливая, и она реально может просто, ну, не брать вашу приманку, игнорировать ее из-за того, что стоит просто плетеная леска, она ее видит. По поводу различных застежек, поводков и прочего, это, как бы, тема отдельного разговора, я считаю, что этого нужно использовать по минимуму. Чем меньше дополнительных приспособлений, тем лучше. Некоторые рыболовы даже снимают вот эти вот заводные кольца с воблеров, чтобы они, как бы, ну, максимально были приближены к действительности. На малых реках яркие цвета работают, ну, крайне редко, крайне редко. Это бывает, ну, либо в период мутной воды, либо что... Знаете, существует расхожее мнение среди рыболовов, что, скажем, в солнечную погоду нужно ставить приманки там потемнее, в пасмурную посветлее. На самом деле все обстоит с точностью наоборот. Это реально проверено на практике, что в солнечную погоду и в прозрачной воде лучше ставить приманку яркую. В пасмурную погоду лучше ставить приманку темную, потому что рыба привыкла видеть в пасмурную погоду все в темном, и она не контрастирует, как бы, она ее не пугает. А в яркую погоду рыба привыкла к хорошей освещенности, к яркому нужно ставить яркую приманку. Но это отдельный разговор. Что касается ловли на малых реках, то я бы, например, рекомендовал ставить приманки только природных цветов. Вот. Конкретно раскрашенных под мальков, если это имитация рыбки, и либо под насекомых, если это имитация насекомых, кузнечиков, мух и так далее. Ну, все, подобрали приманку, как бы, и начинаете аккуратно идти, так сказать, по берегу Желательно даже лучше чуть-чуть на корточках искать перспективные места Ну, что такое перспективное место на Малой реке? Какая-нибудь торчащая из воды коряга, омуток небольшой, поворот реки, подмытый берег Ну, это стандартно, как бы, для всей рыбалки, в принципе, на хищную рыбу Как лучше забрасывать по течению, против течения? Все зависит непосредственно от места, на котором вы ловите Если вы ловите, скажем, на реке с умеренным и средним течением, или слабым течением То не имеет никакой принципиальной разницы, как вы забрасываете воблер Главное, чтобы вы сделали правильный, точный заброс и правильно его провели Если на реке присутствует течение, то, скажем, вести приманку по течению неудобно По течению, это имеется в виду, когда вы забрасываете ее против течения и тащите на себя Приманка просто не заглубится, либо не начнет работать Ну, не будет игры, и рыбе будет трудно клевать В таком случае используется стиль проводки типа апстрим Это заброс поперек течения и ловля на снос Либо ловля просто против течения Допустим, вы стоите на берегу, обрывистый берег, перспективная точка Вы воблер забросили, чуть-чуть его сплавили по течению До нужного места он дошел и начинаете проводку Андрей, очень часто бывает ситуация, когда галавль сопровождает приманку, но не берет Или несколько тырков, но не берет В этом случае можно попробовать поэкспериментировать Можно, если вы заметили, что рыба преследует приманку Можно сделать следующее Можно сделать небольшую паузу Как правило, в момент этой паузы происходит атака Если в момент паузы атака не происходит, рыба отворачивается и уходит То, я считаю, лучше следует поменять приманку Поменять на другую, на аналогичную, может быть другого цвета Может быть еще какую-то более другую приманку Но на этой приманке можно не останавливаться Он в дальнейшем также будет ее провожать и уже навряд ли клюнет Андрей, а галавль, если говорить про проводку воблера Какая она должна быть? Быстрая, медленная? Какую больше рыбит? Вообще галавль, как бы, рыба, она не хищная, она полухищная, всеядная Она также питается растительным кормом и животным Поэтому я бы рекомендовал проводку делать максимально медленную Можно сказать, даже на грани фола На грани срыва игры приманки Максимально медленную для того, чтобы приманка имела свою игру Андрей, вы можете назвать, допустим, три модели головлиных воблеров Для малых речек, малых и средних речек? Это сделать весьма непросто Потому что, как бы, на каждой реке, я уже объяснил, что Применяются свои определенного рода приманки Есть, допустим, такие приманки, вот по моей практике Есть, вернее, такие реки На которых я ловлю, там, на определенные приманки На эту приманку, на ни одной другой реке рыба не клюет Она просто не попадается Можно стоять целый день ловить и не клюнет Вот, поэтому трудно дать некие, там, какие-то определенные рекомендации По подбору приманок Но, замечено одно, что головль в основном В основном любит приманки типа Фэт Либо Кранк Это толстые приманки, объемные, не длинные Вот, но, опять же, бывают исключения Если вы ловите на малых реках Которых изобилирует, там, мелкая уклея Либо верховка То, соответственно, приманки вы используете Минол Длинные приманки Вот, почему головль клюет на толстые приманки Как бы, почему он их любит больше, чем тонкие Ну, трудно сказать, как бы Я даже не знаю Есть модели воблера с хвостиком сзади Насколько это влияет? Я считаю, что модели с хвостиком сзади Они, может быть, даже хуже, чем модели без хвостика Потому что, нет, на самом деле, что все потусторонние вещи Которые применяются в приманках Они, как правило, не улучшают игру приманки А, наоборот, ее ухудшают Допустим, хвостик, вы сказали Это дополнительная парусность Соответственно, колебания у воблера будут, ну, меньше, чем Нежели этого хвостика не было бы И мне кажется, что это не лучшим образом Может отразиться на рыбалке на самой Есть много других хитростей Например, перед воблером люди некоторые ставят На небольшом отводном поводке мушку на холостовую Тоже очень сильно стимулирует рыбалку Реально, что если рыба, допустим, ну, не активна Либо как-то не клюет У нее, ну, она смотрит, что Идет какая-то приманка Она ее ассоциирует как рыбку И какая-то рыбка маленькая гонится за какой-то мушкой И, как бы, происходит такое явление пищевой конкуренции Ей нужно... Она, может быть, есть не хочет Она просто хочет отобрать И она идет и отбирает эту мушку у нее Вот и все А если говорить про твичинг, такие подергивания Твичинг, как правило, используется при ловле уже рыбы Которые, ну, являются чистым хищником Это щука, судак, окунь Как бы при ловле головля твичинг использоваться может Ну, не как твичинг в чистом виде А вот, ну, в некотором его проявлении Как вот я говорил, когда вы ловите в апстрим Да, и вы там изредка подергиваете кончиком удилища Как бы, чтобы воблер, ну, чуть-чуть сбивался с проводки Как бы имитируя, что рыбка не совсем здоровая Может быть, чуть-чуть больная И это, кстати, тоже аппетит пробуждает у хищника Есть категория поверхностных воблеров Да, иногда бывает, особенно в жаркую погоду В жаркую и пасмурную погоду Когда рыба, ну, непосредственно галавль, про которую мы говорим Отлично реагирует на поверхностные приманки На поппер он хорошо клюет, бывает Бывает, на волкера клюет Вот, ну, как правило, в этой ситуации Лучше всего все равно использовать воблер с небольшим заглублением Потому что все-таки галавль, я уже, как сказал, он нечистый хищник И это бывает крайне редко, чтобы вот такие вот, так он себя вел Вот, поэтому воблер какой-нибудь с глубиной заглубления, там, 2-3 сантиметра Который при проводке оставляет некую волну такую на поверхности Как бы он может хорошо сработать Но все равно оптимальным воблером, я считаю, для ловли галавля в любом водоеме Может являться некое подобие кранка Где-то от 3 до 6 сантиметров В зависимости от условий С глубиной заглубления от полуметра до полутора метров, не больше В принципе, как бы, можно сделать себе небольшой набор И, чтобы закрыть все вообще водоемы по головлю Я думаю, достаточно человеку иметь воблеров 15, не больше Весной, это еще в мае месяце, в начале июня Он клюет весь день В принципе, стоит вся рыба на перекатах Потому что она выходит с зимы Ей нужно отмываться от пиявок и прочее В основном стоит вся на перекатах Плюс она после нереста, там уже к маю месяцу Очень много рыбы на перекатах В ямах можно ее, как бы, не искать Там много чего не найдете Ближе к середине лета, уже к июлю месяцу Когда вода прогревается Она начинает скатываться в ямы Имеется в виду крупная рыба Мелкая рыба, она как была, так и остается на мелководьях везде И успешно ловится там в течение всего дня По крупной рыбе, да, это исключительно жесткое Это утро и вечер Утро прямо от момента рассвета И где-то, я думаю, часов до 8 утра И после этого уже на воде ничего делать Если вы хотите действительно поймать трофейную рыбу Вот, а вечером то же самое, где-то за час до заката выходите Ловите еще полчаса после заката И уходите там спать, еще что-то делать Если мы ловим на быстром перекате Стандартно перекат, что такое перекат? Глубина максимум там до метра, правильно? Ставим воблер, у которого заглубление начинается от 2 сантиметров Максимум сантиметров до 20, не больше Целенаправленно чешем этот перекат Чешем и чешем Да, чешем в обстрим просто Идем, 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 допустим Делаем один шаг, допустим Вот стоите, течение слева направо Встали, кидаем обстрим 2-3 заброса сделали, не клюет 2-3 шага сделали, вправо Опять начинаем обстрим Соответственно, получается, что вы постоянно смещаете дугу И весь перекат этот прочесываете Вот, обстрим она наиболее оптимальная рыбалка Потому что она как бы идет по окружности, там по вектору И вы облавляете, ну, максимальное расстояние Продолжение следует...